Немного о маршруте. Первые два дня путешествия посвящены Амальфитанскому побережью. А пока вернемся в первый день плавания. Покинув Солерна, поставили паруса, передвигались с большими галсами, ветер был непопутный. Тут Яша сделал интересное предложение. На самом деле у меня есть идея. Не париться, сейчас мы вот этим курсом подойдем к берегу, убираем стаксель, этот оставим и идем на моторе, потому что мы будем колбаситься тут галсами еще до вечера. Да, а так мы пойдем просто близко к берегу. Решение оказалось воистину верным. Амальфитанское побережье прекрасно. Это 50-километровая линия берега Теренского моря от Солерна до Соренто. Славится своими огромными лимонами и алкогольным напитком из них лимончелло. А еще здесь есть острые красные перцы, от которых во рту пожар. Надо сказать еще и, что именно в одном из городков Амальфитанское побережье, а именно Аравелла, идет речь в Декамероне Бокачо. Он там многом говорит, а нам здесь удалось в первый раз искупаться в тихой красивой бухте. В Челябинске холоднее. Че, трудно отвечать даже так холодно? Жить можно? Да ничего, да. Классу можно. Спасибо. Это сколько? Это сколько? Лидия, нахуйся. А это 17-18. 17-18? Да, значит можно. Не сильно, но можно. А вот и сам Амальфи, жемчужина побережья. Существует красивая легенда, что город назван в честь русалки Амальфи, любимой жены Геркулеса. Историки же полагают, что город был основан в IV веке Константиновым Великим. Исторический Амальфи город моряков. Именно здесь возникла первая из четырех морских итальянских республик. И существовала долго, до 1135 года, когда была повержена Пизой. Здесь же был создан первый морской устав, так называемая табула Амальфитана. Между прочим, этот устав действовал в Европе до 1570 года. Переночевать собираемся в этой симпатичной марине. Такое ощущение, что город буквально вырастает из скал. Если подняться немного наверх, то попадешь в Вале Дальмулини. Это место, где производили первую в Европе бумагу, ремесло, заимствованное у арабов. Но главная достопримечательность города – это кафедральный собор святого Андрея, Андрея Первозванного. Здесь в склепе хранятся его мощи. Собор безумно красив, хотя и несколько эклектичен. На следующий день рано утром направились на прогулку вместе с Мариной и Витей. Влад по моему капризу полез по отвесной каменной стене за лимоном. Сорвался, неудачно приземлился и поведел пятку. В результате хромал все оставшиеся две недели путешествия.